Дальнейшее распространение коричнево-мраморного клопа нельзя допустить. Такой досаждающий вредитель наносит ущерб экономике. В соседней Абхазии мраморный клоп стал настоящим бедствием. Он повреждает плодовые, субтропические ягодно-овощные, зерновые и бобовые культуры. Потери урожая фундука от 40 до 70%, персика и хурмы 50%, винограда, яблок и мандаринов до 30%. Рабочая группа во главе с первым заместителем Министерства сельского хозяйства России Джабулатом Хотоум вернулась из Абхазии сегодня. В соседней республике будет оказана помощь. Но главная задача – не допустить массового размножения вредителя на юге России. Ученые России предложили дополнительные методические рекомендации. Также производители средств защиты привезли более современные средства защиты. И очень важной является первая фаза – это когда он выходит из спячки. Поэтому речь идет за механическим уничтожением. Для этого надо обследовать специальным полночным группам большую часть сельской территории Большого Сочи и также ряд районов Краснодарского края. Есть опасения, что мраморный клоп может распространиться и стать в южных регионах страны постоянным обитателем, как, например, колорадский жук. Сейчас ученые спешно разрабатывают новые способы борьбы с вредителем. В Абхазии даже объявлен двухнедельный сбор мраморного клопа для лабораторных испытаний. В целом, за последние годы на территории Сочи выявлено около 30 новых видов вредителей. Об этом доложил главе курорта Анатолий Пахомову, директор городского департамента по охране окружающей среды. Прежде всего, необходимо произвести санитарную обработку растений от вредителей. Знаем, что эти вредители иногда делают огромный вред нашему зеленому облику города. Речь идет, в первую очередь, о сельскохозяйственных культурах, которые необходимо обрабатывать. Когда с институтами, с научным сообществом определяли меры борьбы с клопом мраморным, мы договорились, что будем рассматривать комплексную борьбу с вредителем, потому что они примерно в одно время размножаются, в одно время начинают вредить. Специалисты считают, что стихийной работы по борьбе с вредителями быть не должно. Если каждый сам по себе, то мраморного клопа победить невозможно, так как он мигрирует, перелетает. Поэтому в ближайшие 10 дней организованными группами будет проведена карантинная фитосанитарная обработка муниципальных территорий. Она будет эффективнее, если участники тоже подключатся к данной работе. Елена Всецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.